Друзья, и вновь привет, вновь я, и вновь душевные политические беседы со мной, с Юрием Романенком, душевным, добрым, политическим экспертом, аналитиком и прекрасным человеком. Итак, поехали. Гриценко на своем фейсбуке написал, что встречался с Зеленским, он описывает там повестку, как они поговорили о том, о сём. На самом деле информация имеет одну ценность. Начался торг, торг идёт очень интенсивно, и Гриценко хочет поучаствовать в этих торгах. Тем более, что Гриценко уже заявил, что президентом больше не будет баллотироваться. Поэтому, конечно же, как человек, ну такой амбициозный, он, конечно же, хотел бы быть в игре. И Зеленский эту возможность ему предоставляет, потому что Зеленский сегодня как пластилин. Очень многие могут реализовать сами себя, потому что вокруг него пустота организационная, но в том плане, что людей нет, и, соответственно, можно заполнять клеточки. И поэтому для Гриценко это, конечно же, прекрасная возможность зайти в формирующуюся команду. Но самое главное, это ещё большая возможность для Зеленского, потому что это может разрушить всю логику вот этой вот политической игры и политической аргументации, которую пытается выстроить сейчас по ходу Пётр Алексеевич. Я вот как раз в последнем ролике эту аргументацию разложил там на лопатке, и она направлена на то, что Зеленский это, дескать, пророссийский кандидат, что у нас будут с Западом проблемы. Но о том, что с Западом никаких проблем не будет, посмотрите мою беседу с Балашем Ярабиком, это эксперт центра Карнеги, там была очень крутая беседа, поэтому вот просто внимательно её посмотрите, если хотите глубже уйти в эту тему. Так вот, ключевое заключается в том, что Зеленскому для того, чтобы развалить логику политической игры Порошенко, необходимо взять такую фигуру, а лучше две-три, как Гриценко, и предъявить их в качестве своих будущих кадровых назначенцев. И в частности, Гриценко я бы двигал либо на министра обороны, либо на РНБО. Разница заключается в чём? Разница заключается в том, что РНБО, он своим указом может сразу назначить, главу секретаря РНБО, а для министра обороны необходимо решение парламента, то есть необходимо протаскивать через парламент. Но поскольку у Зеленского нет большинства, то необходимо будет договариваться. Но сначала разберёмся, зачем ему Гриценко. У Гриценко 7%, Гриценко имеет хороший имидж на Западе, то есть он понятный для западных структур, а они такие, знаете, консервативные, они очень медленно изменяются. Это бюрократы, которые любят стабильность, как и все бюрократы. Поэтому для них появление Гриценко в обоиме Зеленского будет хорошим знаком, что этот путь на Запад, он никуда не исчезает, всё будет хорошо и так далее и тому подобное. Это первый аргумент. Второй аргумент, очень важный. У Гриценко 7% голосов. 7%. И это много, это достаточно много для того, чтобы с ними считаться. И, конечно же, если Гриценко заявит, что он идёт в кабинет Зеленского, то эти голоса уйдут Зеленскому. Я думаю, что и так половина из них, даже если Гриценко бы ничего не сказал, они уйдут Зеленскому, но если он появится в качестве фигуры, которая будет в кабинете Зеленского, вот это уже мощный ход, потому что тогда большинство избирателей Гриценко будут иметь мотивацию идти на выборы. А борьба будет идти за явку, потому что Порошенко заинтересован в том, чтобы явка была минимальная. Если она будет на уровне 40%, Порошенко получает шанс. На уровне 40% это на 25% меньше, чем то, что было в первом туре. И, соответственно, для Порошенко очень важно раскачать электорат Зеленского, что он никакой, что нет смысла идти, потому что он либо и так победит, либо, короче, демотивировать. То есть люди будут думать, о, как хорошо у нас, всё хорошо, лучше не идти. Это то, что произошло с электоратом Хиллари в 2016 году, когда она всё время лидировала, а в последний момент за неделю Трамп её размочил, потому что, ну, там были несколько обстоятельств. И Хиллари проиграла гонку, набрав больше по голосам, но из-за голосов выборщиков там свои внутренние нюансы штатовские. Так вот, здесь это небольшая вероятность, но может повториться, потому что Пётр Алексеевич, ещё раз я 250 раз скажу за эти две недели, это мощный, хитрый, очень креативный игрок. Очень креативный. Мы видим, как он сейчас пытается, да, он в старых рамках, да, в старой парадигме, но он сопротивляется, он отчаянно сопротивляется, он пытается переформатироваться, и поэтому его списывать ни в коем случае нельзя. Так вот, если Зеленский втягивает Гриценко к себе, то это хороший шаг. Я бы подтянул к себе ещё несколько таких фигур там, да, потянул бы Бессмертного, предложил бы ему, допустим, спецпредставителя по Донбассу, как Курт Волкер есть, да, то есть пусть у президента появится спецпредставитель по Донбассу, которому дать особые полномочия, и, ну, это было бы круто. Вот. И точно так же по другим направлениям. Спецпредставитель, допустим, по Венгрии может появиться, и обозначить через таких людей толковых, обозначить свою повестку, обозначить, что ты окружаешь себя профессионалами, ты, да, ты что-то не понимаешь, но ты подпираешься профессионалами. Точно так же, как Трамп, когда заходил, он подпёр себя профессионалами, он взял там Мэттиса на Пентагон, он взял Макмастера на советника по нацбезопасности. И эти ястребы, они вот были такой его опорой. Мэттис вообще вот многих шагов негативных отговаривал, это была такая реально моща. Вот. Вот Зеленский сегодня находится в такой же позиции. Они вообще с Трампом очень много напоминают друг друга и по характеру действий, и по тем задачам, которые перед ними стояли в начале президентства. Поэтому вот эта логика, она, скажем так, она конструктивная, и она разрушает логику Петра Алексеевича. Потому что вот несколько персон, типа Гриценко, обозначенные как входящий в его кабинет, и всё. Петра Алексеевича и Кранты. А дальше Зеленский вообще должен понимать, что, и мы должны понимать, что может делать Зеленский. Зеленский навряд ли сможет взять большинство в Верховной Раде для того, чтобы переформатировать под себя коалицию. Потому что в отличие от четвёртого года, от пятого года, когда Ющенко пришёл к власти, после третьего тура, и назначил Тимошенко премьером, они там взяли 363 или 366 голосов в феврале под Юлю, когда проголосовали из партии регионов там люди. Так вот, ситуация была принципиально иная, поскольку тогда у Ющенко была наша Украина, фракция мощная внутри Верховной Рады по итогам выборов 2002 года. И это давало возможность генерить, скажем так, коалиционный ресурс. Здесь же ситуация другая. У Зеленского нет своей фракции. У Коломойского не очень много людей в Верховной Раде. Они же будут наверняка играть вместе. И поэтому у него возникает вопрос, как формировать коалицию. То есть понятно, что там будет играть большую роль Аваков, и несколько десятков штыков из Народного фронта они могут получить. Понятно, что будут перебежчики из БПП. Понятно, что можно подтянуть Юлю. И здесь, кстати, тоже пространство для торга возникает. Понятно, что можно подтянуть самопомощь, выдернуть кого-то из внефракционных. В общем, худо-бедно можно сбить хотя бы временную коалицию под вот эти критические назначения, которые входят в код у президента. А у него в код уходит безопасность, министр обороны, СБУ, глава генпрокуратуры, что там еще, РНБО и министр обороны. Вот и внешняя политика. Внешняя политика. То есть глава МИД это тоже его. Соответственно, ему нужно протащить через парламент на вот эти коды своих людей. И для этого ему нужно расторговаться, потому что политика это искусство возможного. Что нужно делать на месте Зеленского? На месте Зеленского нужно показать результат за полгода. Нужно показать людям, как ты вмажешь, как ты можешь достичь успеха. С тем, чтобы в следующей Раде, в октябре 2019 года, сформировать свою коалицию и уже иметь всю полноту власти. То, что сделал Порошенко в 2014, когда он сумел переформатировать Верховную Раду под себя и в спарке с вечным врагом, другом, народным фронтом правили все эти пять лет. Вот Зеленскому предстоит сделать нечто подобное, только в худших условиях, потому что у него нет возможности сразу на старте иметь свою коалицию. Вот. И поэтому формула его успеха будет заключаться в способности прагматично подойти к пониманию мотивации партнеров по коалиции такой временной, что они захотят. Можно оставить Гройсмана, но расторговаться по каким-то министерствам экономическим там, да. Пусть они... Вообще, я бы на месте Зеленского всю экономику бы отдал бы вот этой старой криптократической элите там, да. Вот пусть берут это все, пусть там доят, пусть откаты берут там. Пока есть возможность, если есть возможность поставить своих силовиков, это в сто раз важнее, чем сразу взять все под контроль. Так вот, им нужно просто сказать, ребята, забирайте экономику, вот вам это, становитесь на министерство экономическое, там и так далее, и так далее. А мне вот дайте вот это. А получив генпрокурора, получив министра обороны, получив, что там еще, главу МИДа, можно очень хорошо резвиться. Потому что, если ты с помощью своих СБУшников, если ты с помощью своего генпрокурора, если ты форматнешь еще, получится там форматнуть НАБУ, там, САП, и вот эти все новые органы, так вот, если ты начнешь жучить тот же самый ОКРО Баронпром, додавишь Свинарчуков, дела Свинарчуков, Глачуков этих всех, вот все, что там было, и еще пару там каких-то дел по таможне там и так далее, вот 3-4 таких больших дела, которые станут полгода мейнстримом в информационной политике. И плюс МИД, когда ты делаешь очень такие быстрые шаги, близкриги по нормализации отношений с соседями. Я это разберу вообще детально, потому что у меня целостная концепция, целостное понимание, как это все нужно сделать, как разрулить Донбасс, как разрулить отношения с Венгрией, с Польшей, с Румынией, хотя с Румынией, в общем-то, все неплохо достаточно, и с Белоруссией, и таким образом, чтобы Зеленский нормально зарядил с первых шагов, потому что ему критически будет важно не терять времени. За два месяца у него все будет, в принципе, решаться, насколько у него будут шансы стать сильным президентом, либо эффективным президентом. Поэтому вот эта встреча с Гриценко, она очень хороший знак. Она означает, что торг идет, и я точно знаю, что торг идет не только с Гриценко, много с кем вообще, многие сейчас подтягиваются, многие пытаются попасть в игру, вот, но я думаю, что в течение недели полутора пойдут прострелы, пойдут выстрелы с крупными фигурами, которые будут обозначать логику кадровой политики президента Зеленского. И Зеленский должен себя вести сейчас так, как будто он уже президент, как будто он уже начинает действовать, потому что это будет придавать уверенность его электорату, это будет самое главное дезорганизовать элиты, которые еще цепляются за Порошенко, и они все начнут думать о том, как сесть на новый корабль, потому что всегда нужно использовать человеческие мотивации, самые примитивные, самые, которые лежат на поверхности, когда ты выстраиваешь свою политическую игру и никогда их не игнорировать, потому что человек прост, он хочет простых, понятных вещей, будь то коррупционер, будь то интеллектуал, будь то простой человек, работяга какой-то, то есть, если ты все раскладываешь на составляющие мотивации, то ты можешь, используя его мотивацию, использовать этого человека, для того, чтобы достичь своей цели, либо цели государства. Поэтому Зеленскому сейчас нужно взрослеть и выходить в позицию игрока. Если он не будет играть, если он не будет маневрировать, у него ничего не будет. Он будет слабым президентом и, в принципе, достаточно быстро раздуется. Но если он будет играть вот в таком ключе, то это будет очень интересное время, которое будет интересно не только тем, что за ним будет интересно наблюдать, но и теми изменениями, которые она будет с собой нести. На этой позитивной ноте я закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите видео, которые я даю в конце. Я стараюсь всегда дать перекрестные ссылочки, для того, чтобы то, что я даю по теме, оно давало, выводило вас на дополнительную информацию, которой у меня очень много на трубе, на моем канале, на YouTube, либо идите на Facebook, на Telegram, я даю ссылочки в описании, это все есть. Поэтому, надеюсь, что я сегодня уже писать ничего не буду, потому что и так много работы. Желаю вам хороших выходных, кохайтеся, любите один одного, нехай у нас все будет очень и очень хорошо, а у плохих людей после 21 квотня все будет, ну вы понимаете, пока.